Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это тема дня, с вами Анастасия Новичкова. Сегодня у нас в гостях заведующий нейрохирургическим отделением детской областной клинической больницы главный внештатный детский нейрохирург Министерства здравоохранения Тверской области Леон Патрикович Нганкам. Приветствую вас, здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно видеть вас у нас в студии. Леон Патрикович, сегодня мы поговорим о вашем профессиональном пути. Вы у нас известный человек в нашей области, о детском травматизме, его причинах и последствиях. Ну, в общем, все, что непосредственно связано с вашей спецификой. И напоминаю, мы в прямом эфире, и вы можете позвонить нам по номеру 300-190 и задать вопросы нашему гостю. И давайте с вами начнем. Расскажите, вообще, как решили стать медиком? То есть, как выбрали профессию? Профессию, это еще я с детства, когда маленьким был, и очень хотел стать врачом. Ну, тогда я сам-то родился в Камеруне, это в Центральной Африке. Закончил школу, и как раз у меня мечта уже была давно. И еще мне повезло, что у меня один из моих дядей, ну, дядя, да, по матери учился здесь, в Твери. То есть, он закончил тогда медицинскую академию, ну, которую я потом уже тоже закончил. И был блестящим гинекологом в Камеруне. То есть, он как-то для меня был примером для подражания. И я очень хотел быть похожим на него. И как раз в детстве я видел, как столько у него болных были там каждый день, и результаты операции. То есть, он для меня как свет в окошке. И я хотел повторить именно его путь. И когда я закончил, он тогда и помог, он мне уже сюда попас. Уже именно в Тверскую медицинскую академию. И потом уже я приехал и учился, и закончил. Расскажите, как проходил вообще процесс обучения? Были ли какие-то трудности? Ну, трудности были. Без трудностей не бывает. Когда я приехал в Россию впервые, я русского языка не знал. Ну, а слово совсем. Только французский язык, английский я знал. Приехал, не знал ничего, усердно учился. Потому что я знал, что для того, чтобы достиг своей цели, то есть, быть хорошим врачом, надо, во-первых, разговаривать, общаться с больными на русском языке, а не на своем родном языке. Поэтому вначале я очень упорно учился. То есть, акцент для начала был на владении русского языка. Потом уже только поступил на пьевый курс, и потом и закончил его. Но ключ к всему, это надо было владеть русским языком. Это вот одна из вот этих трудностей. А потом уже, да, уже процесс обучения, и постепенно. Ну, я до сих пор учусь. Я не могу говорить, что я знаю русского языка, и русский язык совершенный. Ну, каждый день, да, сложный, но очень интересный. По-моему, самый красивый язык в мире. Я сам русский язык очень люблю. Расскажите, почему выбрали направление нейрохирургии? Ой, я изначально... Да, гинеколог у меня дядя был, и когда он помог сюда попасть, я тоже думал, что я буду гинекологом. Но судьба вот так распределилась, что у меня матушка моя родная попала в ДТП. Я еще студентом был, еще не закончил весь процесс обучения. И как раз у нее получила черномозговую травму. То есть протаранил ее автомобилист в Камероне. И как-то через месяц у нее постепенно стала речь терять, слабость там конечности. И все-таки, в конце концов, делала компьютерную томографию и выявили у нее гематому, то есть внутри червеной гематому. И как по иронии судьбы, ее оперировал доктор Нерехирург, тоже блестящий в Камероне, который ранее учился, но не в Твери, но в России. То есть у него российское образование. Он прекрасно прооперировал. Мама буквально через 3-4 дня она стала на ноги. То есть это вот стал переломный момент вот для меня. И я уже с этого дня с гинекологией, акушаси гинекологии, я все остановился, потому что я в сно ходил до этого, да? То есть студентское научное общество. Я прекратил туда ходить и выбрал только Нерехирургию. Потому что я хотел быть похожим на этого доктора, который спас мою маму и который учился в России. Это удивительная история. Поэтому я вот так радикално и все, только в Нерехирургии мне больше ничего не надо было. Да, Леон Патрикович, вас приглашали работать и в Москву, и в Питер, и за границу, но все равно вы приняли решение остаться работать в Твери. Расскажите, чем так зацепил город? Ну, я, во-первых, живу в России больше, чем в Камеруне, да? Если считать. А с какого года? Сколько там годов. Ну, 92-го года, как поступило именно в пьевокурс. Я учился здесь, мышление, я мыслил, как все, которые живут здесь, да? Как тверичанин. Я сам тверичанин, да. Я думаю, что я и больше нужен здесь, чем где там либо, да? И это мой народ, вот войской народ, и я должен, тем более, я нужен. Не то, что я там тоже не нужен где-то ты либо, но это как, я такой человек, я не любитель вот так меняться вот так каждый день ради каких-то это выгодов, или там денег побольше, или как. Это не мои цели. И народ меня здесь любит, и я узнаваемый человек. Скажите, как приняли? Да, приняли великолепно. Я не могу сказать, что какие-то проблемы у меня там были. Нет. Меня узнают в городе знак благодарности. Ход словесно в магазинах везде. Не бывает день, что не получают какие-то благодарности. Или махают там рукой, вот это Леон Патрикович, это мой город, поэтому мне куда-то либо, Питер, Москву или за границу, это не в моих планах. Скажите, что чувствуете, когда вот у вас так на улице еще здесь, и еще так, и самое главное еще, у меня здесь семья прекрасная, жена очень хорошая, Светлана Петровна, это тоже право моя рука, дети, то есть это мой город. Мы живем здесь, и вот так. Это чудесно, прекрасно. Скажите, вот что чувствуете, когда вот так вас на улицах узнают, слова благодарности, вот как для вас, как для человека, как для профессионала, вот что это дает? В основном я чувствую, что я, наверное, не просто так живу, значит, я кому-то-то нужен. То есть вы прям человек призвания. Да, призвание. Это нравится, я думаю, что любому человеку. Я этим не злоупотребляю ни в коем случае, я не тот человек. Но это очень приятно, когда вы меня оперировали иногда, сложно мне вспоминать, когда все это было, но потом в какой-то момент вспоминаю, потому что я столько людей оперировал, и не только Тверских, и из других городов. Поэтому это всегда же очень приятно, когда действительно по здоровью помогают человеку. Это, я думаю, что это лучше всего. Это дорогого стоит. А у нас звонок в студию. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Знаете, я какой вопрос хотела бы задать? Как иностранные студенты, а потом уже люди, которые работают в системе здравоохранения, чувствуют себя в областной столице у нас в Твери, что самое сложное, что самое радостное, какую-то можете дать оценку? И вообще в отношении дружбы народов. Кто к нам едет в Тверь, кто хочет учиться, кому привлекательна наша страна? Ну, исходя из опыта, как Вы заметили? Ну, исходя из опыта, сейчас я в последнее время и наблюдаю, что очень это стремление, если у иностранцев, это, во-первых, я думаю, что зависит от народа горы. Если бы они не воспринимали там иностранцев, я думаю, что, скорее всего, никого бы не было бы здесь. Вот от этого зависит, от самого народа. А сам Тверский, они очень добрые. На самом деле. Я думаю, что это вот самое главное. И образование у нас хорошее, хорошее образование. Я бы не сказал, что это отстаём от кого-то. И университет у нас очень хороший. Когда я прохожу каждый день, когда на работу и обратно, когда я не могу, я всегда смотрю, всегда с радостью на здание медицинского университета сейчас, тогда академия же была. Я думаю, что это самое главное. Это гостеприимство, когда принимать человека, я думаю, что у высшего ничего такого нет. Я думаю, что иностранцы чувствуют себя комфортно. Именно Тверской губернии. Ну и я в том числе. Ну вот, заметили, ну как бы больше стало иностранных, то есть граждан приезжать учиться и работать у нас в России, в частности в Тверской губернии. Заметно, не только у нас в Твери, я же смотрю и новости в других городах. Очень много иностранцев, которые уже ассимилировались и работают. Многие получают гражданство, действительно, потому что у них есть желание оставаться здесь. То есть они чувствуют себя здесь хорошо и хотят вот это помогать. У нас звонок в студию. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте, Леон Патрикович. На самом деле у меня вопроса нет, я просто хочу вас поблагодарить. Большое вам спасибо за то, что вы спасаете жизнь. Вы настоящий герой. Мы вами гордимся. Спасибо вам большое. Спасибо, очень приятно. Видите, какие приятные у нас звонки. Ну давайте тогда продолжим нашу тему. Расскажите про свой подход к работе. Есть ли, может, у вас какие-то ритуалы перед операциями, ну вот что-то такое свое особенное? Ну подход к работе, это серьезно. Я как, я руководитель нейрохирургическим отделением, то есть завитощее отделение нейрохирургии детской областной больницы. Отделение у нас, то есть открыли это отделение в 2013 году. А так с 2013 года и по настоящее время отделение функционирует. Это очень нужно отделение, потому что у нас массовое поступление, очень-очень много народу, но в основном через мозговые травмы дети. Сами понимаете, это всегда самый такой щепетильный вопрос, когда ребенок получает остую травму, всегда родители в стрессе, родственники, все, сами понимаете, да? То есть тут надо было помощь, наверное, хирурга. Ну иногда и анастезиолога, и анастезиолога, и анастезиолога, и аниматолога. День как проходит. Иногда бывает и экстренной операции. Если экстренно ребенок поступил, ей надо оперировать. Ну что перед операцией? Это всегда очень ответственный момент, сами понимаете, да? Я не могу говорить, что идти на операцию, это всегда на ура, это стресс, это переживание. Потому что, во-первых, переживаешь и за ребенка, и за родителей. Это тоже врач переживает. Я вам на самом деле говорю. И чтобы все получилось на операции, как бы хотелось бы, и сочувствие. Ну, перед операцией, короткая всегда молитва, потому что я сам верующий человек. Брат у меня священник, но не здесь, а в Камеруне, старший брат мой. Поэтому я и в такой семье сам и вырос. Помогает вам? Помогает, да, в сложной операции я как-то вспоминаю, молюсь. И перед иконом Вона Ясеневского, да, он был врачом, также, да, Симфероповский. Я тоже молюсь, и я думаю, что о них я тоже очень много такой знак бодрости, настроения перед операцией получаю. Вот так. И стараемся вот так помогать. Я в отделении не один, у меня и другие там доктора, потому что один... У вас там целая команда. Да, команда, да, один работает, это невозможно. То есть, кроме меня, у меня еще, там, четыре еще врача. Вот расскажите, как вообще выстроена командная вот эта работа, в коллективе, то есть, какие взаимоотношения, то есть, как происходит вот этот рабочий процесс в отделении? Ну, рабочий процесс, утром приходим, сначала пятиминутка все врачи. Ну, у нас, то есть, вместе со мной четыре врача днем, и один из областной больницы там тоже помогает, дежурит у нас. Ему большое спасибо за это. Сначала общий обход, так, пятиминутка, да, утренние в отделении, чтобы держать на пульсе, что за вечер там произошло в отделении. И потом уже утренняя конференция с докладом перед нашим главным врачом Бекетова, Анна Анатольевна, она должна быть в курсе. То есть, это общая хирургическая конференция, утренняя, и перед администрацией. Если какие-то вопросы, и административные, или как по лечению, и так далее, мы обсуждаем, а потом возвращаем в отделение, и уже операционный день начинается. Вот так, как в основном все происходит, ну, дружно-коллективно, то есть, это не только врачи, у нас и... Да, медсестры, конечно, тоже им огромное спасибо, помогают нам очень-очень много, без них тоже никак, честно говоря, во главе со старшей сестрой, она там тоже очень помогает. Так что без них, потому что очень-очень много проблем, только врачи, они не справятся в отделении, то есть, это коллективная-коллективная работа, да. И благодаря у нас реанимации тоже очень хорошее отделение, тоже им я хочу объявить большой благодарность, потому что так же часто наши больные там лежат, как и в настоящее время. Вчера прооперировал, ребенок там лежит, тоже наши нейрохирургические, они тоже очень помогают. По улучшению, потом переводим уже в нейрохирургии. То есть, вот как, ну, дружно, никто, не ругаемся, все мои доктора соблюдают субординации, уважают меня, там шаг, где нет уважения, нет результата, понимаете, как, да, это очень важное звено, вот так. А мы стараемся максимально отдать все, отдать все, чтобы все наши дети были здоровыми. Да, вот вы сказали про черепно-мозговые травмы у детишек, и еще с какими травмами, диагнозами поступают к вам дети в ваше отделение? Да, в основном поток это у нас черепно-мозговые травмы, да, это даже как прямая даже обязанность, когда открыли отделение, потому что черепно-мозговые травмы, они должны лечиться именно в нейрохирургии. Вот этого такого у нас раньше не было. То есть, они попадали там куда угодно. Ну, сейчас специализировано на отделении, да, попадают в нейрохирургию. И мы не только травмами занимаемся в нейрохирургии, и пороками развития, да, гидроцефалии. Вы расскажите поподробнее, да. Да, поподробнее сейчас расскажу. Гидроцефалии, нейроонкологии, то есть, опухолями головного мозга практически... То есть, спектры максимально широкие. Да, широкие, да, в детско-областном больнице. У нас эндоскопическая нейрохирургия тоже идет. То есть, мы не останавливаемся на достигнутом. То есть, также, тем более, у нас и молодые специалисты есть, которые помогают очень много. И мы только идем вперед. Скажите, отвечает ли техническая оснащенность требованиям? Да, в настоящее техническое оснащение. Мне нравится то, что у нас в детско-областном больнице. У нас очень хороший микроскоп нейрохирургический. Это не во всех отделениях это есть. Это очень важная вещь. Да, навигационная система. Ну, много чего. И самое главное, обеспечение по гидроцефалии. Мне это тоже нравится. То есть, установки шунтирующих систем для лечения гидроцефалии. Потому что это очень большая проблема в детской нейрохирургии. Дети с гидроцефалии после кровезлияния, родов, когда голова начинает там расти, ну, я так образно, что вы поняли, что это такое, что надо шунт устанавливать. У нас там все полное обеспечение. Все эти шунты у нас есть. Никто ничего не покупает в нашем отделении. Такого у нас никогда не было. Полное обеспечивает наши больницы. То есть, в плане расходников по нейрохирургии у нас там все есть. В этом я не могу жаловаться. Это хорошо, что так отлаженно работают. Ну, это хорошо, конечно. Идет всегда на благо процесса. Потому что это тоже очень большие затраты. Эта нейрохирургия, это вообще-то дорогостоящая такая наука во всем мире. Потому что там шунты, какие-то моменты. Мы спокойно можем соперничать со столицами. Мы можем соперничать. Я, конечно, я даже не боюсь вот этого. Сказал, у нас все есть. У нас и лежащего в отделении ребенка. Лежит ребенок после удаления опухоли мышечка от четвертого желудочка на поправку. Мы потом отправим этого ребенка для химиотерапии в Москву. Сила санитарная наша авиация. То есть, они не на собственном транспорте. Но все, наша больница все организует вот это все. Да. Вот, кстати, про санавиацию. Мы знаем, что у вас есть опыт в плане работы с этой структурой. Расскажите вообще, с чего это началось. У меня очень большой опыт. И еще с областной больницей взрослой. Я долго работал на санавиации. Прежде чем перейти в детскую областную больницу по служебным переводам. Расскажите, как вообще там все происходит. Ну, санитарная авиация, это когда травму, в основном, получают в отдаленном местности. То есть, ну, например, Кимрек, Весегонский, Сандовский район, Рыжев, Лихославль и так далее. Не все перечислят здесь. Да. Да. На месте вот таких узких специалистов нет. Поэтому приходится, вот, бригаду собирать из Твери и выезжать туда. Иногда приходится выполнять операцию травма на месте. Или осмотры, оценить ситуацию и перевод. Да. Именно в областную больницу. Ну, либо во взрослой областную. В данном случае, как мы обсуждали, это в детскую областную больницу. Ну, в настоящее время еще и вертолет присоединился. Это тоже приветствует. Это очень большое продвижение. Это здорово. То есть, переводим. Вот так служба там, санитарная авиация. Потому что всегда местные врачи не могут разобраться в какие-то ситуации. Потому что это не уровень. И надо выезжать, смотреть, помогать. И даже для родственников, родителей, это тоже приветствует. Когда видишь, что из Твери, вот они, ну, заботятся о них. Это же, это правильно. Да, и это очень важно. Скажите, до сих пор сотрудничаете санавиацией или уже все-таки... Нет, я сотрудник санитарной авиацией. То есть, до сих пор ты вообще сейчас? Это структура и наша больница, конечно. Не только я там работаю. Ну, понятно, да. И неврологи, анестезиологи, травматологи. Целая команда, конечно. Целая там команда, конечно. А когда звонок поступает, тогда распределяют. Насколько частые случаи? Ну, все абсолютно по-разному. Вот так. Я не могу так прямо, что каждый день столько... Ну, все по-разному. Бывает и... Ну, в основном, каждый день там вызовы есть. Ну, не только в плане там нейрохирургии тоже. И по хирургии... То есть, востребовано. Да, востребовано. Там без санитарной авиации это невозможно. Еще хотелось спросить. Ну, тоже опять-таки не секрет. Знаем, что к вам пытаются попасть из разных уголков нашей страны на прием. Скажите, насколько легко вообще попасть на прием? И, допустим, как обстоят дела у нас с экстренными операциями? Вот расскажите про порядок вот этот. Ну, по порядок. Тоже эксклюзив нашей больницы, что мы принимаем в детско-областной больнице всех. Ну, именно в нейрохирургии. Потому что у нас лежат... Даже сейчас, в данный момент, лежит водоребенок из Ейкурска. Понимаете как, да? Мы никому не отказываемся. Если есть показания вот для таких детей, если надо помочь, и еще такой будет, если это... И из Красноярка он будет тоже поступать на плановую операцию к нам. По лечению малформации Киарри. Вот так. Они обращаются, мы принимаем при наличии полиса. И наш главный врач никогда не против. Ну, я оповещаю главному врачу об этом, он никогда не отказывается. Так что мы не лечим только тех, которые имеют там твистскую прописку или из области. В целом, просто по направлению, да? То есть налажена вот эта система. Пожалуйста, обращаются, если есть показания, мы принимаем, мы лечим. Расскажите про экстренные. Как проходит? Вот, ну, как бы экстренно поступил ребенок, допустим, с черепно-мозговой травмой. Вообще, как, насколько быстрый этот процесс? Да, я вас понял, да. Быстрый процесс, при обращении, если приводится экстренно, там, ребенка, да, после лечения мозговой травмы тяжелой степени, уже заранее у нас группа объявляем, да, сообщаем, что вот такой-такой ребенок, чтобы все были готовы. Это тоже очень важно. А при поступлении у нас внутреннее оповещение. Это тоже очень, кстати, хорошая очень вещь, которую я лично очень ценю. То есть объявляю по всем отделениям, да, что вот такой-такой ребенок поступает. То есть неизвестно, да, какой специалист понадобится? Неизвестно, это объявляемо, вот и все. То есть уже все специалисты, уже все знают, да, в том числе. Что были наготовы. Травматологии, нейрохирургии, урологии и вся остальная реанимация. То есть блоками подходим, смотрим вот этого ребенка. У нас есть противошоковый зал приемного отделения. Если надо, экстренно мы проводим КТ головного мозга, шейного отдела, грудного, поясничного, крестового и таза. Это как стандарт для тяжелых, там, больных детей. У нас компьютерная томография, у нас работает все время. Проблем-то нет ограничений. Любое время мы можем делать снимки, повторить. Это тоже очень важно. Мы проводим, определяем, к какому отделению относится вот этого ребенка. Но в случае, когда травма тяжелая, мы обязательно госпитализируем всех этих детей в реанимационное отделение. У нас там две реанимации для младшего возраста, ну, для новорожденных и для остальных, которые по возрасту больше, да, постарше. И через реанимацию все смотрим, все необходимые обследования и уже принимаем решение. Если надо, там, экстренные операции. Кратчайшее время подготавливаем ребенка и берем в операционной. То есть у нас, мы не теряем время, все очень быстро и все выполняем. То есть все отлажено. Все отлажено, да. И скажите, вот насколько такая слаженная работа и коллектива, и хорошая оснащенность клиники, насколько это идет вкупе, ну, как бы, влияет на результат, на эффект? Без организации, я думаю, что результата не будет. Это вот надо с этого вот начинать. Когда хорошая организация, все всегда идет по маслу. Понимаете, как, да? То есть приемная... На этапе приемного отделения до маршрутизации. В куда, в какое отделение, если более-менее сохранное, значит, профильное отделение. Значит, более... А если более тяжелое, и тогда, как я вам ранее сказал, тогда в реанимации. Ну, все там вокруг, мы определяем все со всеми всеми специалистами. Мы определяем, кто уже будет вести вот это. Но в любое время все другие врачи, они могут подключаться. Если какие-то моменты непонятные или положение может меняться там в любое время. Сейчас ничего, и через определенное время совсем там другая картина. Так что всегда эти детства, они под пристальным вниманием. До конца. До выздоровления. Скажите, какие советы можете дать родителям, как обезопасить ребенка от травм? Потому что, ну, мы понимаем, что последствия могут быть, а могут и не быть. Но лучше все равно предотвратить при возможности какие-то такие несчастные случаи. Ну, самое главное, да? Как мы говорили, падение из окон. Пожалуйста, летом какие-то ограничители там ставьте. На москитные досетки. Да, да, сетки. Это очень важно. Я понимаю, что всем жарко там дома и так далее. Ну, воды там она дополнит. Не только самые маленькие падают. И падают даже практически в 9 лет и так далее. Когда все открыто, хочешь себе селфи его там снимать. Вот такие были у нас. И из квартира, и через москитную сетку, и падают там туда, на первый этаж. Такие поиски. Повниматель. Какие-то ограничители там ставьте, пожалуйста. Это все продается в городе, в магазинах, который ребенок и не на самом низком уровне, но чуть-чуть там выше, где ребенок не может достать. И на микроподдув. Ребенок никогда вот это не откроет. Но вот открыт вот так, потому что мне некомфортно, это нехорошо. И всегда пристальное внимание. Дети, они не отвечают ни за что. Это мы за них отвечаем. Поэтому вот самое главное, повнимательнее еще раз там быть. Не оставлять вот так. Не оставлять детей и на кухне, с чайником где-то на конфорке. Вот так тоже бывает. Не могу на себя опрокидывать. Вот такие тоже бывают у нас. Там часто хирурги сталкивают, термические ожоги. А всегда причина, где-то родители были в зале, и он там на кухне. Вот это надо быть. Или закрывать дверь, когда выходит. Чтобы всегда рядом и контролировать детей. На пешеходном переходе. Ну, где же под ручкой, проходите с детьми. Не надо вот там каждый сам по себе. Надо контролировать. Это вот такие моменты, которые очень-очень-очень важны. Надо на это обращать внимание. Леон Патрикович, да. И в завершении нашего эфира скажите, каким, по вашему мнению, должен быть настоящий врач? То есть, какими качествами он должен обладать? Многими качествами, да. Я думаю, что сначала это доброта. Потому что если не добрый к людям, и ничего, даже ваше лечение, это им. Ну, их любить. Любить. Надо любить своих пациентов. Это уже 50% успехов. Это важно. Сочувствие. Быть профессионалом. Постоянно. Учиться. Учиться и еще раз учиться. И тогда и все получится. Но самое главное, ну, быть отзывчивым. И все получится. Все только в наших руках. Спасибо. Это очень верные и нужные, важные слова. Я думаю, ребята, которые будут нас смотреть, ну, которые, может быть, находятся на определении своего профессионального пути, возможно, кому-то ваш совет очень поможет. Им всегда найти его подход. Это тоже важно. Потому что люди-то разные. Есть те, которые эфоричны, вот так. Потому что они в беде. А если идти на конфликт с ними, потому что, ну, это надо найти всегда подход. Даже если вначале они неправы, они потом все равно подходят, когда успокаиваются и просят извинения. Потому что они просто в отчаянии. В состоянии до шока, конечно. И врач должен быть выше. Это очень правильный и нужный подход. Спасибо вам большое. Ну, что ж, наш эфир подошел к концу. Хотелось бы поблагодарить нашего замечательного гостя Леон Патрика. Спасибо большое. Мы знаем, что у вас очень плотный график. У вас много операций. Но при этом вы нашли время прийти к нам и поговорить на очень важную тему, рассказать свою интересную историю. Спасибо вам большое. Ну, как раз, я сейчас обратно к себе на работу. Вот, видите, да. И хотелось бы поблагодарить за ваш благородный труд. Спасибо вам большое. Вам спасибо огромное. Вы спасаете жизни, вы делаете очень нужное и важное дело. Спасибо. Это была программа «Тема дня». До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»